всем доброго времени вот такой материал остался на переработку из посылки это микросхемы советские чернозем вот отобранные 234 штуки сейчас мы проверим сколько здесь золота будет вот таком количестве и плюс еще взвесим сейчас я поставлю весы и так включим весы и загрузим по золотой на ножках я не вижу возможно на некоторых имеется но я не вижу нету нету так вот такой вес 239 грамм почти 240 так смотрим ближе я вижу что здесь вот новые совершенно были вот с поролона только клей какой-то остался вот с упаковок возможно все они были в упаковках но нет вот паяные были видим там припой имеется вот такие вот они ну в основном хотя нет не в основном но если совершенно новые с упаковки так есть взвесили посмотрели сейчас я сделаю обжиг и затем еще взвесим металл с позолотой микросхемы после обжига обжигаю горелками и сейчас заберу металл магнитом конечно пепел отдельно вот такая позолотка после обжига но это еще не полный обжиг это я показываю пока видно эту позолотку потому что буду делать еще до обжиг уже в печке вот это все потемнеет вот это позолотка и сейчас не очень то видно вот видим такие темные но это здесь позолота вот пока так еще печку сделаю до обжиг а затем уже взвесим здесь красивая позолота это такие радиаторы там чипы кристаллы и вот эти радиаторы вот они так такую имеют позолотку не везде ее видно вот перевернута не видно ну-ка сейчас когда перевернуть они не получается в общем с одной стороны вот такое черное с другой стороны там на радиаторе позолота сверху вот чип вот такой вот черный вот видим да там такие квадры квадратики вроде бы ну и туда наверное шли волоски они сейчас эти волоски в золе здесь еще нужно сделать до обжиг сделал до обжиг металл пепел и такой пепел стал белый это всего печки в котле там и дровами топим потапливаем иногда газ иногда дрова вот такой металл и сейчас мы его взвесим ставлю весы ну вот такой вес такой вес золота на металле это все магнитные засыпаем стакан 2 литра стакан электролит вливаем где-то так металла этого мало там и азотки так тоже на глаз все равно придется еще контролировать доливать возможно пока я ставлю на плитку на холодную под вытяжку такой шкаф засекаю время нами банд и приду когда нужно будет напоминание мне напомнит и зажгу плитку и полностью вытравлю лишний металл а вот пепел другой стакан и залью царской водкой и растворю там позолотку эти волоски конечно пепла мало но все равно нужно забрать и знать сколько же будет какой будет выход со всего материала вот сколько времени не ушло на травление к тому же я давал время на остывание на оседание там осадку минут двадцать наверно давал времени возможно 15 вот такая позолотая она тяжелая здесь абсолютно никаких частиц не имеется которые бы всплывали все она садится на дно стакана ну одним словом тяжелая позолотка тяжелая ну вот сколько ее потом еще посмотрим когда я валю сюда царскую водку ну и вот зола тоже видим что желтизна имеется значит и золото там есть в этом вот растворе а это после травления что-то там упало черное тоже сюда залью царь посмотрим если пожелтеет значит там имеется и золото ну сейчас приготовлю не знаю миллилитров 25-30 царя волью сюда сюда тоже растворим посмотрим 30 миллилитров 30 миллилитров царя вливаем чуть-чуть оставил сюда вот сразу желтеет ну видимо видимо под припоем там было золото вот видим да это черное там и среди этого черное имеется пыль золото ну и здесь посмотрим вот так вот возможно будет видно какая позолотка так ближе ну ка ну вот она тоже имеется какие-то чешуйки хоть и обжиг был здесь пока не желтеет ставлю на плитку нагрею растворю затем уже включусь дважды пришлось фильтровать вот такое уже время и к тому же кончился газ и сейчас на электроплитке буду делать восстановление золото вот с такого раствора вот сколько его с промывками если дважды фильтровать значит и промывок будет больше такая плитка на всякий случай сейчас нагреется до кипения установлю камеру и будем осаждать золото раствор закипает немножко мутноватый почему-то хоть и две фильтрации было азотку погасил я с ульфаминовой кислотой и сейчас буду осаждать золото из раствора гидроксиламином солянокислым сразу понемножку для проверки реакция на кислоты все же есть даже на ту сульфаминовую кислоту и то будет реакция а соляную кислоту тоже это я еще бросаю гидроксиламин сейчас должно произойти восстановление начинается восстанавливается золото помешаю вот 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 Цвет меняется и сейчас должна пойти золотая метель. Вижу на дне стакана уже золото выпадает, значит метели не будет. Да, золото уже выпадает на дно стакана и там оно кауглируется. Сейчас посмотрим. Вот так виднее. Вот оно это золото. Да, чтоб без золотой метели произошло восстановление. Еще добавлю гидроксиламин и будет достаточно. Пускай вот так покипит, затем посмотрим на осадок. Осадок чистый будет, чистый. Вот примеси остаются в растворе. Там медь, никель, железо наверное тоже оставалось. Всего понемножку. Ну а золото посмотрим сколько. Вот такая жидкость, мутная, с примесями. И вот он осадочек красивый. Даже золотинка какая-то там блестит. О, так виднее. Чистый осадок, я его промыл только водой. Кислотами промывать не буду. Высушу, взвесим. Высушил. Глянем. И сейчас подготовлю. Прям так ставлю на весы. По нулям. О, отлично. Вес то, что надо. Вот вам и микросхемы. Да, пока вот такой вес, когда долго гружу, они показывают, брешут немножко. Сейчас сплавлю. Здесь немножко какие-то примеси все равно упали в этот осадок. Возможно, железо, возможно, даже и платина там имеется. Я не знаю в этих микросхемах. Ну, что-то темноватый он осадок. Вот видим, какой уже вес. Сейчас сплавлю будет точно. И посмотрим на слиток. Вот такое золото. Немножко какая-то примесь туда упала, потому что затрудненное плавление было. Не знаю, возможно, железо зацепило. Так, вот такой вес видим. И здесь проверим. Здесь почти такой же. Но чистить нужно доводить до трех девяток. И там плюс еще бура. Немножко есть пленочка. Значит, 1,73 будем считать. 1,73 вот такой выход. Шикарный выход и шикарные вот такие микросхемы. А если бы их было 1000 штук, можно посчитать, сколько было бы золота. Ну, даже вот взять с килограмма. Вот металл с позолотой было там 73 грамма. 73. Это получается более 2%. Ну, там, конечно, из пепла тоже золото было. Неплохо я забрал. Было видно по раствору. Ну, вот на этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. Вот сколько времени понадобилось на всю эту процедуру.